Вы знаете, может быть, курильщикам не понравится мое мнение, но я выросла в семье, где все пропитаны спортом, пропитаны спортивным духом. У меня папа мастер спорта, и мама всегда заботилась о здоровье и смогла единственной дочке передать вот эту вот философию о здоровом образе жизни. Вот поэтому я считаю, что если есть возможность вкладывать все силы для того, чтобы люди на планете Земля меньше курили, значит, это нужно делать обязательно. И я понимаю, что есть молодое подрастающее поколение, которое гораздо моложе нас, и, возможно, кто-то из этих детей, точнее, многие из этих детей еще не пробовали сигареты. И от взрослых, и от старшего поколения очень многое зависит. Поэтому если мы можем сделать так, чтобы земляне были более здоровы, это крайне важно. И мое мнение, и моя позиция на этот счет заключается, конечно, только за здоровый образ жизни. И это гораздо важнее, нежели какой-то имидж и какие-то наркотические привязки, понимаете? А это в любом случае наркотики. Наркотик, который когда-то привезли в каждую страну, он начал распространяться. Когда-то люди его и не знали, и не пробовали, и тоже, я уверена, прекрасно без него жили. Но что касается творческой позиции, я понимаю, что часто, естественно, и режиссеры, и где-то в рекламе, то есть используют какой-то эффект, то есть может быть есть такое мнение, что, например, сигарета и вот этот табачный дым когда-то придает имиджу или характеру какую-то более такую яркую черту, не знаю, какую-то такую, может быть, брутальность или в чем-то даже элегантность. Ну, то есть у людей разные вкусы, но на мой взгляд, я отвечу вам прямо, есть более серьезные наркотики, чем никотин, чем курение, и я не вижу никакой разницы, почему мы препятствуем тому, чтобы люди открыто, не знаю, употребляли какие-то более сильные наркотики, да, и мы считаем, что это плохо, а вот никотинокурение вроде бы нормально. Я категорически против. Я за то, чтобы везде можно было дышать свежим воздухом. Ну, безусловно, нужно уважать тех людей, которые, может быть, уже много-много лет курят и не хотят и не собираются бросать. Очень много курильщиков и зависимых людей от никотина, которым это нравится, и они считают, что я буду курить всю жизнь, и у меня все нормально, и, в общем, даже если и со здоровьем какие-то проблемы, от курения я получаю гораздо большее удовольствие, да, иногда курильщики так могут ответить. Вот, поэтому, ну, если наши власти могут создать такие условия для того, чтобы все-таки те люди, которые курят, могли это делать настолько вот отдельно от тех, кто действительно поддерживает и придерживается спортивного и здорового образа жизни, то я думаю, все в итоге будут довольны.